на семинар там были только женщины и ты тетки вот эти вот флоринда донора галтикс и тайша беляр ну и голубой лазутчик как ее назвали норик александр карлоса не было а потом через несколько месяцев был уже карлос как те впечатления от женщины и голубого лазутчика на первом семинаре как ты то соотносилась с книгами там из твоим впечатлением из книг или что-то зацепила или нет почувствовал что-то вот реальное но они или по большому счету или нет суть если вот того что я видел это были очень такие несгибаемые люди совершенно несгибаемые волей такой железной в свою сторону насколько все это близко это же их не знал так мы поговорили потом меня пригласили открыл тикс из сан-франциско в лос-анджелес чтобы переговорить о возможности приезда кастанеда суда вот я съездил мы поговорили знать вроде все в россиями заладились до в россию и а потом кастанеда что-то с ним случилось он сказал больше не будет выезжать из лос-анджелеса и так все это заглохло а через год он исчез с более видимости вообще но это вот все обыденность так сказать наполнила магическим смыслом магическим не в смысле что я везде хожу да пугаюсь да вижу какие-то предназнаменования но что весь этот океан энергий в котором мы как в супе варимся это все настолько все проникающие и вездесуще что вот каждое действие каждая какая-то ситуация она имеет вот такую внутреннюю подоснову но больше всего мне вот из того что я прочитал у него впечатлила и вот что я извлек это вот такой этический аспект учения его этика этика я называю оптимальное поведение оптимальное поведение предполагающее развитие то есть не то что правила такие что там не убей не укради это понятно но некие более общие вот такие законы частностью которые являются вот эти вот вся концепция в мелочных тиранах это очень конечно эффективно вот расскажи от твоей встречи скастанетта когда она была в июле что ли девяносто шестого года ночи не представлял как он выглядит все сидели ждали выскакивает маленький сухонький человек я привез в подарок ему резную расческу такую из бересты что ли сибирскую культ но когда его увидел я ее оставил себе до сих пор где-то не подаренный подарок но были короткие вот так вот в зерусе надо волосы да а платок оренбургский мы корал тикс подарили вот и вот если так прикрыть глаза расфокусировать вот глядя на него будет казаться что и так вот молодой человек лет там 18 по энергии да он да вот он скакал бегал совершенно физически был подтянутый худой такой и очень вот энергичное лицо у него конечно было соответствующее возрасту но вот легкость такая чрезвычайная а по поводу эффективности мне кажется что по большому счету никакого значения не имеет чего смог достичь сам кастанеда воплотить в жизнь это никак не относится к учению и к ценности его это уже зависит от него от успешности как воина вот такого была ведь некая флоринда донор нет не флоринда донор как ее звали доля толстуха толстуха лагорда лагорда да да она могла ну по словам кастанеды и вот женщин которые я слышал это рассказывала по моему карл тикс что она должна была с доном хуаном уходить потому что она была из той первой партии неправильно кастанеды а правильная вот это где несколько там другие были где дон хинара был они значит вот смысле с той партии могла она уйти она не ушла потому что сказала карл тикс она была привязана к кастанеде очень призна и она умерла у нее на руках она рассказана когда рассказывала она плакала кстати умерла на руках потому что вот так время было упущено и все а кстати вот голубой лазутчик это норик александр и она и тайша абеляр когда что-то рассказывали на сцене они плакали и все время значит это рассказывала тайша о своей женщине наставницы какой-то и она вот рыдала все время у нее слезы текли она не могла ничего сделать и это норик александр чуть-чуть что сразу тоже